Кролики – это не только ценный мех, но и 2,5 килограмма диетического мяса. Это подтверждает глава личного хозяйства из Коткина Семен Коткин. Два года назад он привез восьмерых ушастых из Тамбова и Анапы. Через время хозяйство коткинского фермера увеличилось до 100 животных. Сейчас на ферме обитает более полусотни кроликов. Справляться с этим, пусть и небольшим хозяйством, помогает вся семья – жена и два сына Семена, детсадовец Артур и 12-летний Захар. Покажи нам твоего любимого кролика. Вот он где, сидит он. А почему он у тебя самый любимый? Первый, потому что. Первый, за кем ты начал ухаживать, да? Ну да. 12-летний Захар Коткин – юный фермер села Коткина. Вот уже два года он помогает родителям в личном хозяйстве. Любимый Захаром кролик лапка, а еще хвостик, лунтик, анапка, крош – всего более полусотни животных породы шиншилла – стали главной заботой дружного семейства. Они меня все знают. Я каждый день к ним хожу так. Но они добрые так-то. Когда крольчат в загоны садишь, немного дичать так начинает, но потом проходит. Небольшой крольчатник семья построила самостоятельно. В нем есть все необходимое для содержания ушастых. Взрослые кролики сидят в клетках зайчата в специальных загонах. Здесь же запасы необходимых кормов. Это ячмень, да? Да. А здесь что? Тут овес. Когда мешок выделан, когда так. Помимо этого, кроликов кормят сеном. Его на жизнь одного пушистика, а это всего шесть месяцев, требуется 12 килограммов. Такой кормовой базы достаточно, чтобы кролик набрал необходимый вес. В чистом виде выходит 2,5 килограмма. Мясо диетическое, вкусное. Лично у меня хозяйство для себя, но продаю излишки. Килограмм крольчатины Семен реализует по 400 рублей. Среди покупателей не только односельчане, но и горожане. Правда, доставка до Нарьинмара обходится в копеечку. Поэтому кроликовод строит планы о расширении своего производства уже в качестве фермера. Тогда будет возможность получать субсидию из окружного бюджета.